В 2077 году они выбрали мою городу лучшим местом, где живут в Америке. Главные проблемы — высоте высоты, и больше людей живут below the poverty line, чем anywhere else. Не этого. Посмотрим. И что есть сказать такого самого главного? Наверное, то, что на данный момент игра всё-таки ещё не совсем готова. Я видел очень много раздосадованных возносов по поводу того, что игру вновь перенесли. Но, друзья, поверьте, вы хотите, чтобы эту игру перенесли. Каждый месяц, который будет потрачен на доработку, спасает нас от ситуации, которая была, например, на старте Ведьмака 2, когда в первые месяцы в игру далеко не все могли играть, всё очень тормозило, очень было много багов. Нам же такое не нужно, значит, нужно вот радоваться, что игру перенесли. Потому что, ну, в текущем состоянии, это вот сразу надо сказать, она производит совсем не то впечатление, которое должна. Практически, ну, большая часть таких систем, которые, ну, хотелось бы увидеть, оценить, например, там, симуляции города, живых персонажей, и вот то, что относится к Open World, ну, оно практически вот в том билде, в который я играл, оно либо не работало, либо было отключено, потому что было не доработано. И сейчас Cyberpunk находится на таком очень важном моменте, когда ты её смотришь, ты видишь, видишь, что эта игра охренительная. Она безумцами сделана, абсолютными, с гигантской любовью. Но вот несколько месяцев полировки, доработки, доведения всего до ума может отличить игру от, да, там, шедевров всех времён и народов до не самого хорошего результата. Поэтому наберёмся терпения, скрестим пальцы, и будем терпеливо ждать, даже если игру перенесут на следующий год. Хотя, я думаю, что сами CD Projekt этого очень не хотят, потому что, ну, понимаете, уже следующее поколение, уже много всего завязано на эту дату релиза в этом году, поэтому нужно выпускать. И очень-очень-очень хочется, чтобы до этого момента, до ноября, они успели всё доделать и отполировать. В особенности это, кстати, касается RTX-версии, которую мне тоже удалось оценить, но она пока ещё совсем в работе. И, говорят, NVIDIA тратит много ресурсов на то, чтобы довести её до ума, помогая всячески разработчикам. И на самом деле не зря, потому что, как я и говорил когда-то, настоящий киберпанк мы, скорее всего, вот в этом году всё-таки увидим на ПК. Потому что киберпанк с рейтрейсингом, ну, вы видели картинку, можете представить, сколько там освещения, сколько всяких неоновых вывесок и всего-всего остального, когда ты смотришь это в RTX, пускай с дикими тормозами, как сейчас в текущем билде. После этого возвращаться к нормальной версии довольно тяжело. Ну, она тоже симпатичная, всё хорошо, но, несомненно, для NVIDIA это будет такой флагман продвижения RTX с рейтрейсингом. И эта игра будет показывать нам, насколько, в общем-то, игры смогут преобразиться с помощью рейтрейсинга в новом поколении. Ну да хватит вступительных слов, давайте переходить к рассказу об игре. Впечатлений много, очень приятных, сразу скажу. Также сразу скажу, что всё, о чём мы будем говорить, оно будет сюжетное. И нам давали поиграть с самого начала игры, вот несколько часов, и практически весь контент, который я увидел, он в рамках тех роликов, которые все эти годы показывали разработчики. На самом деле они нам практически ничего не показывали. Это действительно первые часы игры, первые квесты. И они специально, ну, видимо, делают так, создают интригу. Понятно, что в игре масштабов киберпанка, с часами-часами-часами геймплея, даже там, те часы, которые я поиграл, ну, они ничего не значат. И по ним, на самом деле, даже сложно оценить, насколько масштабная игра будет. Но при этом видно, что она, мать его, масштабная. Текст, ты ёбнулся? Я не хочу рисковать, Ви. А ты ещё кто? Отвечай. И, наверное, главное, чем меня удивил Киберпанк 2077, это своей вселенной. Ну, дело в том, что я, наверное, с первых роликов вот говорил, что всё клёво, но вот Киберпанк, каким его себе представляли в 80-х, такой фриковатый, сумасшедший, он вызывает там странные ощущения. И вот, наверное, главное моё впечатление, что относительно этого момента я выдохнул. То, что выглядит очень криповатым, странным, безумным в роликах. На самом деле, когда ты планомерно погружаешься в эту вселенную, ходишь, смотришь на персонажей, локации, выглядит абсолютно органично, и игре действительно удаётся тебя погрузить в свою сумасшедшую вселенную. Готово, чтобы твоя черри попал? Да, давай! Ну, а во всём по порядку, начинается, естественно, игра с создания персонажа. Выбираем пол, распределяем 6 очков опыта, которые у нас есть, между, там, силой, интеллектом, техническими знаниями, реакцией и крутизной. Последний пункт меня посмешил. Но, на самом деле, она влияет на характеристики скрытности, критический урон и сопротивление эффектов. Более детальной настройки навыков нету, потому что здесь принцип Скайрима, что делаешь, зато и получаешь плюшки. Ну, и после такой простенькой генерации переходишь к внешнему виду своего персонажа, и тут, конечно, многое удивляет. Да, действительно, можно выбрать себе, какие гениталии. У нас мир будущего. Все люди практически киборги, балуются имплантами и делают из себя, что им, в общем-то, угодно. И генератор персонажей, тут, естественно, есть рандом. Можно посмотреть, каких безумных фриков тебе предлагает игра. Можно создать своего. Но, на самом деле, большого значения внешность героя, ну, не то, чтобы имеет, потому что большинство роликов, повествования в игре происходят от первого лица. И те моменты, когда ты видишь своего героя, ну, это, на самом деле, когда ты можешь посмотреться в зеркало. Но, тем не менее, фрики у всех будут, ну, очень разные. Ну, и дальше следует, на самом деле, самое главное, это выбор предыстории. Такая знакомая, не во всех RPG эта черта есть. Но, в данном случае, у нас три истории, всего кто-то скажет три, но, на самом деле, они имеют огромное значение и производят совершенно разный первый эффект погружения в игру. Потому что каждая из этих историй, это, по сути, действительно отдельный такой промок, short story. Это мы не раз видели в хороших RPG, да, типа Dragon Age первого, где действительно такие хорошие разные оригины были. Но за счет того, что этот проект вот на каком-то совершенно новом уровне, и он еще от первого лица, и, в общем, круто срежиссирован, воспринимается это совершенно иначе, как какие-то вот там три отдельные короткометражки. Причем в каждой свои герои, в каждой своя развязка такая, которая вводит к основному сюжету. И каждая предлагает абсолютно разный взгляд на Найт-Сити, на город, в котором происходят действия игры. Мы можем играть за намада, чувака, который вот принадлежит таким местным кибер-цыганам, которые качуют с одного места на другое, но при этом он изгой. Мы можем играть за корпоративного служащего, и не просто корпоративного служащего, а служащего разведки. И за уличную шпану, да, которая выросла вот в местном Гарлене. С этого момента я подробно начну делиться впечатлениями об этих предысториях, так что если не хотите, прям дико не хотите спойлеров, то перемотайте на этот тайминг. Но все-таки, мне кажется, для понимания крутизны киберпанка и создания такого дополнительного хайпа, стоит их узнать, все равно это 20-30 минут начала игры. Сначала я начал играть за номада, за кочевника, и вот, наверное, очень такое важное впечатление, это то, что игра начинается не в самом Найт-Сити, а на его задворках, и разработчики еще ни разу нам этого не показывали, но за пределами вот этого гигантского мегаполиса там еще куча локаций, пустоши, различные маленькие города, такая вот Невада, Калифорния, американская пустыня с разными трейлерами, вагончиками и странноватыми жителями. И история эта начинается в гараже, где ты чинишь машину, и гараж приходит проведать местный шериф, который весь из себя такой шериф из первого Рэмбо. Он не любит чужаков, которые заезжают к нему в город, хвастается там тем, какой он крутой, и у тебя, естественно, выбор диалогов, там, дерзить ему, не дерзить, попытаться с миром сказать, да, я тут цыган, но я уезжаю сейчас, и не хочу никаких дополнительных проблем. Не знаю, что ты дожил шерифу слово, когда ты платил его городу за visit, чтобы сказать, что ты сюда привезешь? Maybe even over a cup of coffee. No need to worry, I won't be staying long. После этого ты вот выезжаешь из гаража и попадаешь в этот маленький город, и в нем бурлит жизнь, там, дети играют, персонажи общаются, и вот я начал к ним ко всем подходить, пытаться поговорить, но все они отвечают какими-то односложными предложениями. И тут CD Projekt сразу стали пояснять, что, ну вот да, пока так, но вот в данный момент как раз сейчас все эти мелочи дорабатываются, прописываются диалоги, расписания для персонажей, чтобы этот мир действительно был по-настоящему живой. Поэтому я говорю, мои впечатления, ни в коем случае не впечатления от финальной версии, пожалуйста, про это помните. Все, что касается автомобилей, физики, поездок, намного лучше того, что показывали несколько лет назад, но назвать физику автомобилей хорошей пока никак не получается, и это на самом деле гигантская проблема всех, кто пытается делать open wall. Все-таки за всю историю мы видели нормальную физику автомобилей только в Mafia и вот в GTA 4.5. У всех остальных это не получается, ну потому что это очень сложная задача, и они как раз сейчас занимаются настройкой, доводкой этой физики. Уже машины ощущаются нормально, но все равно, ну, не так, как мне хотелось бы. А самое бесячее в них это звук, потому что когда ты на полную гонишь, он такой очень искусственный получается. Очень сильно рушит атмосферу погружения, но в остальном, в остальном ты такой едешь по пустоши, все безумно красиво там, забираешься по сюжету на башню, чтобы связаться со своими кочующими собратьями, чтобы попросить о помощи. И в этот момент ты там вот где-то вдалеке, на горизонте, сквозь испарения, идущие от земли, видишь вот этот вот здоровый гигантский силуэт Night City. И это все завораживает, а что на фоне взлетает ракета? И ты понимаешь, что да, наверное, ты где-то на задворках, но все-таки мира далекого будущего. Йоу, мистер Ви, рад встрече. Кто заработает, Экс? Мы хоть живыми вернемся? Ну и вот, по сюжету мы встречаемся с персонажем Джеки Уоллеса, который ключевой, в общем-то, для всей игры. Это наш друг и напарник, с которым мы, в общем-то, проведем основную сюжетную линию. Но у каждого персонажа, да, с разной предысторией, будет своя история, знакомство с ним. И нам говорят, поехать туда-то, встретиться с Джеки, и тот предлагает работенку перевезти через границу Night City в нашей машине контрабанду. И это, можете понять, интересное начало приключений, но, боже, блин, как это все круто сделано. Ты едешь по вот этим бесконечным пустошам, приезжаешь к границе, вокруг вот этих гигантских ворот, да, которые отделяют Night City от остального мира. Стоит военный блокпост. Какие-то вертолеты кружат кучу дымящихся автомобилей, видимо, тех, кому не удалось попасть в Night City. Везде солдафоны из корпорации, видимо, Militech, одной из основных, кто поставляет вооружение в мире игры. При этом не просто какая-то сценка, где ты приезжаешь на машине через границу. Нет, все как на настоящей границе. У тебя спрашивают документы, говорят, пройдемте, нужно отдельно поговорить. Ты там совещаешься с своим напарником, давать ли взятку или не давать, а если давать, то как. После этого проходишь в приемную, где куча таких же чуваков, как ты, ожидают, в общем-то, общение с пограничником. Потом проходишь в комнату, начинаешь с ним общаться, и вот эта неловкая ситуация. Когда нужно дать взятку, чтобы тебя пропустили, выходишь, садишься, там, фух, вроде пронесло, не приезжаешь, и там, ста метров. Как корпоративные черные джипы преграждают тебе путь, и начинается бешеная погоня. Я когда в это все играл, такой, да, вот тот шутейный ролик, который выпускали, да, после первого трейлера Киберпанка про Россию в 2077, он вот к этому всему как-то очень близок. Ну, а самое забавное, то, что контрабанда, которую они перевозили, оказывается настоящая живая игуана. То есть их там немного живых осталось, и она стоит очень много денег. Ну и после этого всего приключения, вы становитесь с Джеки Уоллесом друзьями, и следует нарезка, как вы после этого 6 месяцев корешились, и после этого начинается уже основная игра. Следом я решил поиграть за корпората, посмотреть, что у него. У него вообще совершенно другая картина, я еще выбрал девушку, посмотреть, ну, как оно будет ощущаться, если играть за девушку. Начинается все с того, что ты блюешь, в общем-то, в раковину, и тебя начальство вызывает на важный разговор. И выясняется, что ты работаешь на крупнейшую корпорацию города, Арасака, не просто кем-то, а, в общем-то, в корпоративной разведке. Идешь, здоровываешься с коллегами, приходишь в кабинет начальника, а у того, в общем-то, совещание с Объединенным космическим агентством европейским, в результате которого он говорит, да, надоели вы мне, и всех их зажаривает, но это вы могли видеть в трейлере. И для него это какая-то такая, ну, рядовая история. После чего мы понимаем, что он на самом деле не какая-то высокопоставленная шишка, а такой менеджер среднего звена. И он говорит, что вот его начальница, она его достала конкретно и говорит, слушай, я хочу по карьерной лестнице расти дальше, так что устройка покушения на нее, вот тебе деньги. И ты вот со всем этим багажом полученных новых знаний выходишь из кабинета, идешь к себе в каморку и вот охраневаешь опять это количество деталей, там лезешь в компьютер, читаешь всякие письма, спам. Но самое прекрасное то, что ты открываешь ящик, а там, в общем-то, телефон местной скорой, это вот вы видели опять же в трейлерах, корпорация, которая прилетает по вызову к VIP-клиентам с вооруженной охраной и, в общем, их забирает в больничку. И с рядом телефоном скорой лежит, в общем-то, стимулятор, ну, наркота. Такой истинный портрет корпоративного работника будущего. И вот это меня прям поразило, это совершенно, да, другой промок. Там ты начинал с каких-то пустошей, с каких-то подворотников, контрабандой занимался, там, спасался от корпоратов. А тут ты, наоборот, в небесном замке, в самой крутой корпорации решаешь какие-то задачи политические на высшем уровне. Идешь там на взлетную площадку, там тебя ждет, в общем-то, автопилотируемая личная летающая машина-лимузин. Тебе желают все приятного дня. Ты там садишься в машину тебе и говорит, в общем-то, какая криминогенная сводка в городе. Спрашивает, куда бы тебе хотелось полететь. Выезжает столик с шампанским. И ты такой сидишь, в общем-то, в люксовом автомобиле, паришь над городом. Кстати, пока с высоты птичьего полета город выглядит так себе. Но в том футеше, который разработчики прислали, все уже хорошо. Так что будем надеяться, что в игре будет именно так финально выглядеть. Но само ощущение, оно просто охренительное. И дальше только круче ты не летишь там встречаться с Джеки Уоллесом, чтобы он организовал, в общем-то, это покушение. Прилетаешь в значный район, компьютер рапортует, что ну негде здесь садиться. Героиня говорит, да похер, садись прямо на баскетбольной площадке. Садишься, местные пацанчики, которые играли в баскетбол, говорят, ты что здесь села корова, блин? Ну и у тебя выбор. Можешь их быстренько отмудохать, можешь просто сказать. Я, в общем-то, тут из корпоративной разведки. И они такие, а блин, да, простите, мэм. Дальше идешь ко входу в бар, там такая панкуха телохранительща с бейсбольной битой. Ты говоришь, Сыпа, за моей тачкой последи, иначе пороже получишь. Она такая, говорит, мне за это не платят, а я тебя и не просила, я тебе сказала. И вот от такого совершенно иного, да, вживления в совершенно другую роль просто кайфуешь. От такого контраста. Я не спросил. И не укрепляю, когда я вернусь. Добро пожаловать в Лиззи. Ну и последняя предыстория, это уличная шпана. Ты, когда начинаешь за такого персонажа играть, сразу, в общем-то, оказываешься в баре со сломанным носом, с барменом, который тебя знает, с какими-то окружающими, которые тебе что-то говорят, ты понимаешь, что ты, ну, такой неудачник на районе. При этом бармен тебя подружески просит, что он там дому местному смотрящему задолжал. Слушай, сходи, пожалуйста, за меня впишись. Тут снова совершенно другая атмосфера такого вот гадюшника, бара, из фантастических каких-то антиутопий, там, 80-х, то ли 90-х, все стили намешаны, и очень круто это все смотрится. Визуально, на самом деле, игра очень такое разное впечатление производит, то есть, наверное, сказать, что она невероятно красивая нельзя, то есть, в плане детализации, это такой хороший уровень этого поколения, но вот за счет освещения, за счет каких-то эффектов выглядит все потрясающе. Ты приходишь к смотрящему, такая классическая сцена из-за фильмов, наверное, 80-х, он сидит со своим другом вышибалой, с таким жирным отвратительным громилой, у которого там бейсболка назад завернута, который жрет бургеры и постоянно пытается вмешаться в диалог и тебе дерзить. И тебе сначала тоже ему нужно на место поставить, потом с главным разговаривать, и вот он сидит, тебе что-то говорит, а у него в очках шикарниче отражается все окружение. То есть, визуально игра на полных настройках производит очень эстетически крутое впечатление. И везде, куда бы вы ни пошли, безумная работа художников. Здесь нет какой-то копипасты, все там граффити, какие-то элементы окружения, но вот видно, что за этим всем стоит огромное количество труда, и вот этот бар, он не исключение. Это просто момента времени, мотерпакер! Ну и, собственно, решалось, чтобы отмазать друга бармена, предлагает нам угнать автомобиль люксовый один из четырех в городе. Обещает, что это будет плевая работенка, мы, в общем-то, выходим из бара и встречаем другого персонажа, священника, помощника которого упаковывают свежий труп в багажнике его там супер-хай-тек Кодимака. Ну и, естественно, местный священник, он не простой, он тоже там из смотрящих, из важных шишек города. И вот этот момент до конца непонятен, но, походу, в зависимости от того, какую предысторию ты выберешь, у тебя еще будет набор своих персонажей своей какой-то предыстории, с которыми ты будешь в этом городе общаться и по ходу развития основного сюжета. Ну и, собственно, в тот момент, когда мы приходим на парковку и решаем угнать супер-дорогой автомобиль, который бесподобно выглядит, вообще, я, конечно, поражаюсь, как они внутри все автомобили проработали. Для такой игры это, казалось бы, не так важно, но они это сделали. И это автомобиль, у которого нет стекол, но есть камеры, LCD-дисплей, все прям супер-сочно выглядит. И в тот момент, когда мы пытаемся его угнать, заявляется Джеки Воллес, который тоже хочет этот автомобиль. В общем, они начинают ссориться, решать, в общем, кого круче яйца. И в этот момент всю сделку накрывает полиция, приходит мажорик, которому эта тачка принадлежит, и очень говорит, не надо никого арестовывать, просто сбросьте их трупы в океан. По итогу, конечно же, герои из этой ситуации выбираются и становятся, естественно, опять же, друзьями. В общем, вот такие три предыстории у нас абсолютно разные, показывают абсолютно разный взгляд на город, затрагивают разные его слои, да, абсолютно. И это очень сильное впечатление производит. Одно, наверное, из основных, которые у меня было по итогам этой плейсессии, потому что все, что касается сюжета, диалогов, атмосферы, это, мать его, невероятная работа. Это киберпанк, ну, на который вы даже не рассчитывали. Это примерно производит такое же впечатление, как когда ты включаешь в первый раз Altered Carbon, да, кто не смотрел, видоизмененный углерод на Нетфликсе. Это настолько дорого, богато сделанный киберпанк, что ты вот такой, типа, нажимаешь кнопку старт, начинаешь играть, и вот это изобилие, оно вот со всех сторон на тебя льется, и ты, открыв челюсть, там, все это смотришь. Там, в какой-то момент Джеки привозит тебя домой, ты живешь в таких трущобах бетонных, многоэтажных, заходишь в лифт, нажимаешь кнопочку, а в лифте, там, идет телевизионный эфир, и по нему идет шоу, там, вечернее, да, типа Урганта. Здесь у них такое же сумасшедшее внимание к деталям, как в той же GTA, потому что это шоу, ты можешь остановиться и посмотреть целиком. Миллион какой-то рекламы, миллион вывесок, и все это абсолютно не просто так, а имеет привязку вот ко всему миру игры. И они настолько заморочились, что рассказывали, что они внутри команды создали собственно рекламное агентство, которое придумывало гигантское вот это многообразие всего, чем заполняется мир. на каждом шагу безумная, блин, работа художников. Ну вот реально, ты смотришь на все эти подворотни, казалось бы, да, там, бетонные вот эти коробки, трущобы, но настолько каждый сантиметр заполнен разнообразными деталями, что ты начинаешь в этот мир, мать его, верить. Ты приходишь домой, у тебя там штаб-квартира, висит твой арсенал, там, твой гардероб, все как всегда, но на самом деле в данном билде, в который я играл, он, ну, это все не работало, то есть нельзя было там ничего настроить, посмотреть, все эти опции были отключены, поэтому, в общем, направился на улицу и вот здесь, как я и говорил, мне пришлось немножко разочароваться, потому что, ну, визуально город безумно живой, вот все вот эти толпы, которые ходят туда-сюда, все это на месте есть и даже, в общем, с кем-то можно поговорить, можно там подойти к боксерам, которые там тренируются с роботами и тоже поучаствовать в различных там разного уровня чемпионатов, боевая система, кстати, рукопашная, она такая проработанная, то есть есть удары разной силы, есть перехваты, есть блоки, есть холодное оружие, но вот все, что касается жизни города и взаимодействия с ним, ну, вот этого пока ничего не видно, то есть, да, можно подойти треснуть полицейского, кстати, можно даже случайно треснуть, потому что разговор с персонажами и удар полицейскому по роже, захват его на одну кнопку забинден, надеюсь, это поправит. Если начнешь, в общем-то, нарушать правопорядок, будут появляться звездочки, будет за тобой полиция охотиться, в общем, надо будет от нее удирать, ну, ничего, вот пока что сверх этого, да, какого-то, какой-то жизни, такой, как в GTA, ее нет, сказали, что вот эти системы пока отключены, но в любом случае, я бы не ждал от Cyberpunk 2077 вот живости мира уровня GTA, все-таки CD Projekt в первый раз сделают открытый мир в стиле GTA, потому что в Ведьмаке, да, ну, открытый мир прям живым тоже нельзя назвать, здесь, в принципе, будет, наверное, похожая ситуация, когда, да, ты ездишь, есть разные тачки, мотоциклы, ты можешь что-то сделать с прохожими, но вот какой-то там прям дичайшей симуляцией уровня GTA, Red Dead Redemption, когда тебе игра сама генерирует какие-то ситуации, моменты, настолько глубокую проработку, я думаю, рассчитывать не стоит, зато можно рассчитывать на кучу всяких побочек, на знаки вопросиков на карте и вот все, что было в Ведьмаке. вообще в мире Cyberpunk 2077 довольно интересная иерархия, потому что здесь есть полицейские, но они любят делегировать свои задачи вот всяким наемникам, то есть нанимать на работу там, где они не справляются. При этом, естественно, есть расследовательский геймплей, естественно, у нас, в общем-то, играет CD Projekt, все-таки ведьмачье зрение должно в каком-то виде присутствовать, но на самом деле здесь это все делало скорее напоминает, ну, не знаю, Бэтмена, потому что в мире игры есть так называемый Brain Dance, это такой нейровиар, все могут записывать свои воспоминания и переживать их с помощью технологий, еще отдельные люди есть монтажеры, которые их монтируют и рынок воспоминаний это целая индустрия. И очевидно, что из людей можно извлекать воспоминания, анализировать их и вот перематывая события назад-вперед, ты можешь искать различные улики, анализировать предметы, произошедшие события и, в общем-то, искать зацепочки. Ничего, конечно, нового, но в мир игры прекрасно ложится и дополнительная повествовательная механика. Например, кто-то грабил магазин, его убили, можешь посмотреть, кто, зачем, как и, в общем, восстановить события и заодно пережить от первого лица что с персонажем происходило. В плане игровой системы важная вещь в том, что есть уровень опыта, который растет, есть уровень репутации, и то, и то растет в зависимости от твоих действий. При этом опыт идет на, собственно, вкачку различных параметров, а репутация влияет на то, какое оружие ты можешь получать, в общем-то, насколько тебя уважают на улице, и, в общем, на то, какие предметы ты можешь покупать, какую кастомизацию делать. Еще шмотки разделяются по цветам, есть легендарочки, в общем, все как всегда. Навыки, как я уже сказал, как в Skyrimi. Качается то, что ты делаешь. А вот все, что касается оружия, имплантов, все это только за счет действий в открытом мире. И, собственно, ну, вы видели, в геймпланах показывали, ты приходишь к доктору, выбираешь, какой имплант поставить. Все импланты делятся на различные эффекты, на активные, обусловленные и пассивные. Ну, то есть, понятно, одни мы должны нажимать кнопку, чтобы активировать, другие активируются, когда происходит какая-нибудь экстренная ситуация, слишком мало здоровья или еще что-нибудь. Ну, и пассивные, которые всегда на заднем фоне работают. И, на самом деле, вот эта система, опять же, в том билде, в котором были, она не была никак реализована, сколько апгрейдов, которые можно поставить. И не то, чтобы они дают представление о многообразии самой системы, но зато, ты понимаешь, что она большая, просто глядя на меню, потому что ты в каждую часть стену можешь дохренища всего понаставить, что у оружия есть модификации, что есть крафтинг и много-много всего другого. Но, к сожалению, оценить эти моменты было невозможно. Сам Найт-Сити довольно большой, там шесть абсолютно разных районов, которые населяют абсолютно разные банды, естественно, самых разных национальностей, вероисповеданий, есть чуваки, которые шизанулись на имплантах и пытаются отбросить все человеческое, есть там качки, которые игнорируют большинство имплантов, кроме тех, которые усиляют их, в общем-то, физические способности. Есть хакеры-поклонники Вуду, есть якудзы, и даже своеобразный криминальный профсоюз секс-работников и представителей меньшинств, панков и прочих андеграундов. А вот, кстати, корпораций всего три, это, в общем, японцы, китайцы и военные. Теперь, что касается, собственно, впечатлений от самого процесса, от стрельбы и всего остального. Хорошая новость, наверное, заключается в том, что в плане ощущений оружия, вот ощущения того, как пули попадают в противников, все достаточно хорошо. То есть, это может быть не уровень самых-самых-самых топовых шутеров, но это довольно прилично сделано. Нужно понимать, что Cyberpunk, как и в случае с Deus Ex, что все-таки это такая гибридная игра. Это RPG, совмещенная с шутером. И понятно, что ни то, ни то не будет в ней идеально, хотя с RPG, по-моему, очень даже убедительно получается. Понятно, что будут компромиссы. И на данном этапе я могу сказать, что шутерная часть вполне неплохая для вот такой RPG-игры. Оружие ощущается, оно разнообразное. У кого-то там есть умные пули, которые огибают препятствия, есть которые стреляют рикошетами, различные импланты на все это дело влияют, и ты можешь действовать совершенно разными способами. тут, конечно, они во многом вдохновлялись с Deus Exx, но на самом деле получилось, по-моему, нечто совершенно иное. У тебя есть два таких основных стиля игры, направления. Это то, что ты бегаешь, включаешь в прыжке слоумо, подкатываешься, стрейфишься, и, в общем, играешь в такой Bulletstorm или Rage 2, кому как больше нравится. А другое, когда ты применяешь хакерские способности, взламываешь чуваков, манипулируешь окружением, ну, примерно как в Watch Dogs или в том же Deus Exx 9, ближе, кстати, к Watch Dogs, потому что здесь много предметов, с которыми ты можешь взаимодействовать, отвлекать противников, заманивать их в какие-то области и разом поджаривать, делать так, чтобы их оружие перестало стрелять. Можно хакнуть охранника, замкнуть ему какие-то цепи, импланты, в зависимости от того, насколько ты прокачан, можно позвать одного к другому и разом их накрыть и, в общем, по-всякому изгаляться. При этом ты можешь подключаться к камерам, включать различную бытовую технику. Проблема со всем этим в том, что я играл в начало игры, когда персонаж абсолютно не развит и невозможно какие-то всякие супер-навороты, прилипания к стенам, кибер-клишни, которые вылезают из рук. По достоинству все это оценить со стрейфами и всем остальным. То есть, как это будет ощущаться даже на средних и поздних этапах игры, вот не могу сказать. Ну, а сами понимаете, на начальных этапах игры просто стрелять в головы всем не то, чтобы суперинтересно. Хотя там окружение разлетается, штукатурка летит, стены дырявятся, все вроде на месте, но вот пощупать и насладиться полностью мне, к сожалению, не удалось. Надеюсь, на каких-то других сессиях можно будет подробнее пощупать и открытый мир, и ролевую систему, и все остальное. Так что это определенно не последний наш разговор о киберпанке. Ну, а что касается квестов, то играл я вот в то же, что вам уже показывали. Опять эта сделка вот с фриковатыми парнями, которые там себе вырывают половину лица, чтобы вставить шесть камер, которые похитили важный там прототип бота у Милитеха. И вот этот квест, один из первых, его можно выполнить там кучей разных способов. Можно просто к ним прийти, пытаться его купить, можно их там всех перестрелять, но у них такая защищенная база на бывшем консервном заводе. Либо можно взять небольшой детур, сайт-квест, сходить, поговорить с Милитехом, откроются дополнительные сюжетные линии и возможность разрешить эту ситуацию выищенец, что в Милитехе там ищут предателя, который навел вот эту банду на конвой, с которого этого робота сперли. Милитех тебя может нанять, дать тебе чип, инфицированный вирусом, ты можешь прийти к этим чувакам и сказать «Ха, вот тут Милитех вас хотел надуть», или наоборот дать им этот чип. Их там половина всех замкнет, и это ведет к различным последствиям. Поссоришься ты с корпоратами, не поссоришься, это будет влиять на дальнейшие события в игре. Будешь даже на этой миссии ты драться с одними противниками или с другими, будет у тебя босс или не будет. В общем, мелочей много, и они подчеркивают, что над основными квестами в плане нелинейности они очень сильно парятся, и в плане последствий твоих выборов. Ну, сами понимаете, проверить за несколько часов это все нельзя, посмотреть, как оно на самом деле. Но выглядит это все как очень серьезная ролевая игра, как, в общем-то, и должно быть. Как же круто в Найт-Сити, высшая лига, да? Доволен, Джеки? Бля, как высоко-то. Пора валить! Ёб твою мать, это пиздец! Фух, ну ладно, и так достаточно много рассказал, впечатлений много разных, но говорю, все они подпорчены текущим состоянием и техническим, и того, в общем-то, тех игровых систем, которые в игре есть, потому что немногие из них еще работают. Увы, это такое вот первое знакомство. То есть, мне, по сути, удалось оценить режиссуру, работу со сценарием, с квестами, и это все очень хорошо. Но это мы знаем, это CD Projekt умеет. Большой вот вопрос, насколько живой будет этот мир, насколько интересно с ним будет взаимодействовать, насколько, самое главное, будет интересна вся вот эта боевая система. Потому что, ну, в роликах выглядит все очень-очень круто, а в живой игре мне там вот тех же ощущений получить не удалось, но, опять же, для такой большой игры очень мало времени. Ну и плюс, явно не все еще доработано и готово. Поэтому, скрестим пальцы, я очень жду новых возможностей поиграть в Cyberpunk 2077, и я надеюсь, что они смогут переносить игру ровно столько, сколько вот понадобится для того, чтобы сделать все идеально. С вас лайкосик, если понравился рассказ, у нас еще для спонсоров будет интервью с ведущим сценаристом игры. Ну и увидимся в как-нибудь другой раз. Пишите в комментах, что думаете, чего ждете, верите ли в Cyberpunk, и что он станет главной игрой этого года и завершением всего вот этого поколения. Счастливо! Текст, ты ебнулся! Че, блядь?